Вчерашнего школьника приняли на службу по просьбе отца одного из командиров ополченцев. Теперь Андрей и сам руководитель отрядом обеспечения на передовую, пока не выезжает, помогает ополченцам на базе. Вот это гаубица украинских силовиков. Бросили они, потому что убегали, потому что отступали. В батальоне даже не один, а целых два несовершеннолетних солдата. И оба Андрея. Боец с позывным Старк, его он выбрал по имени главного героя фильма «Железный человек», заведует оружейным складом. Со своим АКМ Старк расстается только тогда, когда едет домой в увольнительную. Оба Андрея выглядят не по годам взрослее своих сверстников. Друзей им теперь заменили отцы-командиры. Я думаю, таких парней побольше. Враги нам не страшны будут. Это будущее поколение. Андрей Ивахтной сейчас учится в 10-м классе, пока дистанционно. Домашние задания выполняет самостоятельно. Его родную школу в небольшом жахтерском городке Моспино украинские военные разбомбили еще в августе. Бомбили в детскую больницу, попали несколько снарядов. Полностью уничтожили шахту. Снарядов было очень много, я даже сосчитать не могу. И два в школу. Снарядов было очень многое. Продолжение следует...